Я помню И с ею ходил в ресторан Я шаппер тасил за галяшкой Скрипучих своих хромочей Имел под рубахой тельняшку Подарок одесских бычей В Одессе, Ростове, Самаре Фартовых знакомых имел И часто меня вспоминали Пока я на нарах сидела Прошел от конца до начала Этапы большого пути А сыночка мне изменяла Поскольку не мог не прийти Ну что ж, расслабляйся, зараза И душу мою ты не рви Бродягу по жизни сменила На фраера подлого ты Ой, бродягу по жизни сменила На фраера подлого ты Опа-на! Пошла же нам в хату Чапали мы с корешем по броду Шмары шаромарами шаршали Опачки! Давай, даяривай! Вернусь, прикуплю себе лепеня Колеса саниму с фирмача Все будет в натуре, как прежде А духу мне хватит сполна Все будет в натуре, как прежде А духу мне хватит сполна Опа-на, тополя Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Ничего себе. А можно будет купить книжку? Конечно, можно и купить, и мы там распишемся всем, кому надо, и со всеми сфотографируемся, вот так. Вот что значит, талантливые люди, талантливые во всем. А тебе, Екатерина, вот уже сейчас прямо вот я дарю. Ой, спасибо большое. Это самый первый экземпляр, который уходит на сторону. Вот это да, спасибо огромное. Сразу Миша Малышев отобрал книжку. Ну что ж, значит, концерт в Лен-Совете сегодня. Почему так редко в Питер приезжаете? Ну, видимо, очень плотный концертный график. Да, и никак не добраться. На самом деле, мы же народ, который не выбирает себе места выступления, а, как правило, это организаторы все организуют, и мы едем туда, куда приглашают. То есть вы не говорите так, мы хотим в Питер? Нет, мы просто мечтаем все время попасть в Питер, а говорить бесполезно. Если приглашают, значит, есть на это какие-то основания. Если не зовут, ну, значит, наверное, не очень нужны. А почему такое интересное у альбома «Здравствуй, Крым»? Ну, словосочетание мне очень понравилось. То есть там песни в основном о России, о родине, да? Ну, да, обо всем на свете, но ситуация такая, что вообще этот альбом мы с вами планировали назвать «Живите, здравствуйте» за главной песней этого альбома как раз. Ну, Classic Company, это рекорд-компания, которая выпускает этот альбом, он уже как бы в интернете, мне кажется, ну, мне говорили, что появился. Вот, они позвонили, говорят, Анатолий, а нельзя ли изменить название альбома? Я говорю, а в каком смысле? Ну, вот, ну, они же, ребята, более коммерческого склада ума, нежели мы с Федем. Это вообще больше по рыбалке там и пишем песни, и поем. Я говорю, а что? Вот, говорит, ну, настолько актуальная песня. Я говорю, а что значит актуальная? Ну, вот, типа «Присоединение Крыма». Дело в том, что, открою вам очень большую тайну, никакого отношения эта песня к «Присоединению Крыма» не имеет. Просто она написана спустя 25 лет, когда мы познакомились в Крыму с моей женой Наташей. Ух ты! Вот, как раз в Ялте. И песня написана как бы вот по этому событию, но когда я жене ее спел, она сказала, ага, кто тебе поверит? Давайте послушаем, да? Давайте послушаем, да. Прилетел, а потом Симферополя до Ялты с ветерком. Здесь я был молодым, беззаботным и веселым. Здравствуй, Крым! Ялта там, где была, и в Ливадии знакома все кругом. Как увидел, возвратился, будто в прошлое, и накрыло сердце ялтинским теплом. Здравствуй, море, здравствуй, море черное, с горизонтом обрученная вода. Здравствуй, Ялта, солнце напоенная, раз приеду любишь навсегда. Здравствуй, море, здравствуй, море черное, пусть тормит, порой пугает иногда. Ты все такое же по-прежнему соленое и такое же родное, как тогда. Ты все такое же по-прежнему соленое и такое же родное, как тогда. Как давно, бог же мой, это было годы быстро пронеслись. А мы на набережной целовались здесь с тобой, здесь встретились. В мире есть города, известней и красивее куда. Да только Ялта нас с тобою познакомила, и здесь счастье повстречали мы тогда. Здравствуй, море, здравствуй, море черное, с горизонтом обрученная вода. Здравствуй, Ялта, солнце напоенная, раз приедешь и полюбишь навсегда. Здравствуй, море, здравствуй, море черное, пусть тормит, порой пугает иногда. Ты все такое же по-прежнему соленое и такое же родное, как тогда. Ты все такое же по-прежнему соленое и такое же родное, как тогда. Как тогда? Здравствуй, море, здравствуй, море чёрное, С горизонтом обручённая вода. Здравствуй, Ялта, солнце напоённое, Раз приедешь и полюбишь навсегда. Здравствуй, море, здравствуй, море чёрное, Пуштормит порой пугает иногда. Ты всё такое же по-прежнему солёное И такое же родное, как тогда. Ты всё такое же по-прежнему солёное И такое же родное, как тогда. Как тогда? Итак, друзья, мы с вами только что прослушали песню с нового альбома Анатолия Полотной и Федя Карманова «Здравствуй, Крым». Альбом, который еще не вышел, но уже практически вышел. То есть он уже на подходе. Он уже вышел, по-моему, 17 числа был релиз, но сначала они его продают, по-моему, в интернете, а потом уже дальше по сетям, не знаю. И на концерте можно будет приобрести диски, да? Конечно, на концерте можно приобрести все. Даже поцелуй от Феди. Кроме исполнителей. Хотелось бы узнать, как давно вы познакомились, как давно вы вместе, у вас какая-то очень интересная там история, вашей совместной работы, начало работы вашей? Ой, это вопрос самый простой и одновременно довольно сложный. Если рассказывать все по порядку, то очень много времени надо будет потратить на этот рассказ. Грубо говоря, мы с Федей оба из Перми, с юности мы знакомы, дружим. Работать начали чуть позже в составе группы «Лоцман», где-то, я не знаю, там, в 89-м или каком-то году Федя присоединился. Это в Москве уже было? Да, в Москве было, хотя группа вся пермская. А вдвоем с Федей мы ездим, ну, как, ну, жизнь, жизнь. Ребята остались двое в Перми, там семьи и все. Ну, у Сережи, как бы, свой проект, вот, а мы с Федей стали вдвоем ездить, где-то с 91-го, наверное, года, и вот так вот ездим, и ездим, и на рыбалку, и, опять же, на концерты, и везде, и везде, и везде. И всегда вместе. Ну, да, Вилли Токарев говорит, как же вам повезло, вот я все время езжу один. Одному скучнее. Федя, а вот мне вот что интересно, я вычитала, что вы оставляли работу в группе два раза на полгода, потому что ездили работать в Японию, это правда? А, нет, это я работал в Японии до Лоцмана. До Лоцмана? Да. Ну, тем не менее, два раза аж вы ездили, я аж на полгода туда. Ну, да. Вот, вот, просто, просто очень интересно, а что японцы слушают, и почему они приглашают наших русских музыкантов так надолго? Да, давно было, это 92-го года, но мы играли всякие такие, даже не кавера, в то время мы исполняли такую модную музыку, которая тогда появляла на MTV, вот это мы быстренько все делали, потому что мы очень такие мобильные были. И нас там очень любили, кстати, в Японии. А когда мы учили пару японских песен, там у нас, у нас радости предела не было, нас вообще не хотели отпускать туда. Но вы там решили не оставаться. Ну, у меня жена, я бы, может, и подумал, но жена сказала, быстро домой, все, в Японии, смотри мне. Угу, замечательно. Значит, значит, не потеряла Россия ничего благодаря вашей супруге. Только приобрела. Да, только приобрела. Федя Карманова со скрипкой из песни «Кораблик». Вот новую песню можно его поставить? Да, да. Тут все-таки портовый город, и эта тема близка питерцам, поэтому, я думаю, будет уместна песня «Кораблик» в исполнении Федя Карманова. Сел на мель однажды наш «Кораблик», ждал прилива, чтобы даже плыть. Тут другая выдержала б вряд ли, Капитана, да не угори. Случай мне послал тебя, или небо, И кого за то благодари. Я лишь с тобою, милая, изведом, Легкое, безумие любви. Я лишь с тобою, милая, изведом, Легкое, безумие любви. Волны наши трюмы заливали, Ветры в клочья рвали паруса. Только мы с тобой не унывали, Что бы не случилось до конца. А когда вдруг солнце улыбалось, В синей и безбрежной тишине, С высоты тобою любовалась, И слегка завидовала мне. С высоты тобою любовалась, И слегка завидовала мне. Сколько грозных миль преодолели, Многое бывало на пути, Шторм и штиль прошли, Пройдем и мели, И еще нам далеко идти. Выдержит кораблик наш бывалый, Ведь сильный команда и корабли. Лишь с тобою, милая, познал я Красоту и искренность любви. Итак, друзья мои, Анатолий Полотной, Федя Карманов. Сегодня в гостях радио «Шансон-24» по случаю «Четырех леди» радио «Шансон-24», А также концерта, который пройдет в ДК Ленсовета сегодня. Если не успели вы по какой-то причине купить билеты, поспешите, А то мест вам не хватит, и будете потом ловить. Немедленно билетов мало осталось. Да, это не «Зенит», «Зенита», но на концерт обязательно. Да, и мало того, особенно это рыбаков касается. Ребята, я понимаю, первый лед, все это здорово. Ну, вдруг вас на льде не унесет куда-нибудь в залив финский. И мы так с вами не увидимся. Нам вас на концерте очень будет не хватать. Это шутка. Берите с собой жен, туда можно. На рыбалку не всегда, а на концерт можно. У Феди есть такие песни для девчонок. А когда на скрипке играют, все плачут. Плачут? Да. Я сам плачут. Давай следующий. Да, вот что я еще хотел сказать, Катя. Значит, концерт состоится нетрадиционно в 19.00, а по просьбе трудящихся, у нас очень много поклонников трудящихся, концерт начинается в 20.00. То есть в 8 часов по-русски вечером. То есть работы все успеют. Спокойненько выйдете домой, придете переодеться в чистенькое. И к нам на концерт. Мы как-то летели, попали в аварию, значит, у нас двигатель отказал на самолете. Боже мой. И выходит, значит, старший механик и говорит, ну что, аварийная посадка у нас, ребята. Я уже в чистенькое переоделся. И мы так переглянулись. Ну, эта шутка запомнилась мне на всю жизнь. Да уж такой не забывай забыл. Да. Вот такая история. Я хотела спросить у вас как раз вот о чем мы говорили, да, ресторанные музыканты. Рестораны вообще, в принципе, и шансон. Музыка в стиле шансон, на которые сейчас нападают, которые сейчас вроде как пытаются запретить. Запретить не получилось. Но, тем не менее, ваше отношение к этому? Ну, у меня-то традиционное отношение. Я вообще не понимаю, как музыку можно там, тем более ресторанную музыку можно отделить от шансона. И вообще, это лукавство, лицемерие, если хотите. По сути, в ресторане поют все, что заказывают. Поэтому никакого такого вот типа гротации, вот это не шансон, вот в этом ресторане поют. Да, Господи, мы пели Божий царя, храни с Федей когда-то при советской власти, если ее заказывали. Тут же поешь День Победы, тут же Федя поет Поручик Голицын, потом я пою Мурку или еще что-то. То есть беспринципные рестораны. Нет, я думаю, ресторан это великолепная школа, это школа высшей консерватории, если так разобраться. Вот, и нет там никаких гротаций, шансон, шмансон или еще что-то. Должна быть хорошая песня, вот и все. Весь критерий любого музыкального творчества, песенного, это качество. А я вообще первый раз слышу, что шансон пытались закрывать что-то, это правда? Да вы что, такие скандалы были, столько программ, всяких шоу. А по программе просто? Ну нет, хотели вообще запрещать эту музыку в результате 21 года только. Вы подключите НТВ и посмотрите, сколько там с пистолетами бегают с утра до вечера, не ты и бандиты, вот наши. Вот это нас закрывает, да. Ну ладно, хочу представить вам, господа, особенно Катеньке, хочу представить новую песню. Она называется «С добрым утром, дорогая». Поет ее со мной в дуэте Оля Аболинская. Это первый у нас тринитетный альбом вышел, то есть мы традиционно с видео-дуэтом все спеваем, а здесь мы решили взять и девушку в компанию. Я думаю, что еще для некоторых раннее утро, поэтому она будет уместна. Итак, с добрым утром, дорогая. Целый день он занят, лежа на диване, В кухне он опять сломался кран. Ну сломался краник, залетел комарик, Дергает весь день по пустякам. Только б не работать, спать да кашу лопать, В доме нет мужчины без обид. Замолчит нескоро наш источник спора, Пошумит, а ночка примирит. С добрым утром, дорогая. С добрым утром, дорогой. Ты хорошая такая, А ты просто золотой. Кто играет в карты, Кто на бильярде, Лучше б с детьми в песочнице играл. А вот же я зла злая, Бесценная такая, Мог бы торговать, давно продал. Ах, торговать он хочет, А кто меня полночи, Да немал вопросом, где была. Да кто-то жмит, впрочем, Волновался очень, Ладно, хватит спать, уже пора. С добрым утром, дорогая. С добрым утром, дорогой. Ты хорошая такая, А ты просто золотой. А в лечика и ножки Втюрился немножко, А жениться вот пришлось на всей. Так найди другую, Дурочку такую, Каждый день кормить твоих гостей. Гости, дорогая, Дело свое знают, Им сегодня мало калача. Вилочки домою, Форточку открою, Рядом с милым ночка горяча. С добрым утром, дорогая. С добрым утром, дорогой. Ты хорошая такая, А ты просто золотой. С добрым утром, дорогая. С добрым утром, дорогой. Ты хорошая такая, А ты просто золотой. Итак, друзья мои, Анатолий Полотной, Федя Карману сегодня в гостях в студии радио «Шансон-24». У нас такая активная беседа по поводу работы ресторанных музыкантов. Анатолий, вы с 13-14 лет работаете на танцах, да? А как вообще это происходило? Вроде маленький же совсем ребенок, еще 13-14 лет. Дело в том, что были великолепные времена, как раз джазмены с саксофонами, с троечками, с аккордеонами уходили на пенсию. И мы ворвались как раз молодые лохматые рокеры с гитарами, три гитары, барабаны и все. И больше нам ничего не надо было. Энтузиазм такой был. Мы просто играли гораздо громче. Пришло новое поколение. У каждого поколения своя музыка, свой темпоритм жизненный, свои интересы. И так должно быть, и так будет всегда. А что вы играли? Ну, мы тогда от «Хеби Атлас» играли. Причем мы битлами, по невежеству советскому, называли все группы, которые на любом иностранном языке, в том числе на польском. Но «Тотсо» группа была, а мы все битлы это. И играли в «Энчерис». Была великолепная инструментальная группа. Крестоносцы, помню, такая композиция. Играли все, что было модно у нас. Мода — это же не пустой звук, это же целая философия, особенно молодого поколения, которое оппозиционирует себя, свой возраст, именно с одеждой, с музыкой. И нам в этом плане с Ветьей крепко повезло. То есть мы ходили хиповыми в джинсах. О, это было, это было что-то. Еще раз повторюсь, мы же были тогда волосатыми, кудрявыми, худыми, стройными и высокими. Вот, а сейчас, может быть, опять же... А сейчас просто кудрявые. Слишком кудрявые. Как в свое время Угольников ввел программу у нас концертную как-то, Игорь Угольников, помните, наверное, вышел на сцену и говорит, «Я всегда с самого детства хотел быть высоким, стройным, красивым и добрым, а вырос маленьким, злым и жадным». Анатолий, а вот ваш самый-самый первый успех, когда вы вдруг поняли, что все, вы уже поднимаетесь выше и выше по уровню, что вы знаменитость. Ну, к сожалению, у меня этого успеха как-то... Может, он и был, но я его не замечал. За успехом, там, за удачей, за счастьем вообще бесполезно гоняться. Это бесполезное занятие. Это вот счастье, успех нужно производить самому. Тогда тебе некогда будет замечать, когда этот успех придет, когда он уйдет. Просто делай свое дело от души добросовестно. Я просто пишу песни. Подожди, а когда с утренней почты приехали? Вот это уже, наверное, почувствовали. Ой, ой, расскажите, пожалуйста. Да, это аплодисменты были жучайшие. Мы прилетели с утренней почты. Это жалко, меня не было тогда еще. Да, он в Японии как раз грелся, суши ел. Вот. И мы, значит, прошла утренняя почта. Это 89-1989 год. Тогда самая суперовая программа была. Вот ее показывали в воскресенье. И в понедельник повтор. А во вторник, после выходного, во всех ресторанах уже эти песни играли. Так что мы спели там утреннюю почту. Как уж мы туда попали, я не знаю. Но после, и спели там «Черное море». И со вторника во всей стране пели песню «Черное море». «Черное море», «Черное море». Вот. И мы приземляемся, значит, в аэропорту в Пермском. Ну, с гитарками, с клавишами. Мы же тогда все вживую играли и пели, естественно. И ждем багаж. Вдруг нам аплодировать начинают. Ну, так, опа, вот это слава пришла. Приятно. Ну, нормально. А первая слава была вообще потрясающая. Когда мы перешли с майского на танцах играли. Ну, молодыми пацанами по 15-м лет. И перешли в клуб «Нефтяник». И сначала к нам первый день в пятницу, в субботу, в воскресенье были танцы. В пятницу пришло 75 человек. Во вторник пришло, в субботу 150, а в среду 350 и провалили пол. Вот это была слава. Вот это успех. Да, да, да. Федя, а вы же золотая скрипка, да? Ну, так называют. В смысле так называют? У вас же вы… Ну, знаете этот анекдот, когда у скрипача спрашивают, вы такой знаменитый скрипач, а вы какой первый? Почему никто вас не называет первый? Он говорит, первых много, я второй. Ну, он скромничает, конечно, золотая скрипка. Начал он быть золотой скрипкой еще в Сочи. Он играл в самом-самом фешенебельном, в самом крутом ресторане «Сатурн» в Дагомысе. Это правда. И тогда его определили золотой скрипкой. А теперь он золотая скрипка шансон. А интересно, как я на танцы попал. Это дальше. Мой друг меня встречает, Витя Камаш. Он говорит, они такие уже были знаменитые, такие у нас на поселке. Он говорит, слушай, вот это у белорусов, у песниров, скрипач, скрипач. Если там скальды группы, он говорит, скрипач. А у нас, говорит, нету, пойдешь к нам играть? Я говорю, конечно, пойдем. И мы пришли, значит, к директору. А что сыграть? Я не знаю программу, не он. Я говорю, а знаете «Утомленное солнце»? А не, говорит, конечно. Я сыграл «Утомленное солнце». Такой директор говорит, клево, говорит, ну очень кабаком попахивает. Да, вот очень интересно. Кабаком попахивает. Давайте, что, пусть немножко пахнет на нас тайбой чем-нибудь там. Предлагаю песню «Кедры» послушать. Новая песня, обращенная, конечно, к женщинам. Вообще, мне в последнее время хочется больше писать каких-то красивых лирических песен, поскольку музыка сама по себе, наверное, должна нести какую-то красоту и добро. Вот так. «Кедры». Здесь «Кедры» не прячутся от мороза, Ели все виние в серебре, В твоем же краю распустились розы. И вот что хочу я сказать тебе. В любовь не верил я, Пока не знал тебя. И в этом мне легко признаться. Так как еще реши Со мной в такой глуши Ты без любви смогла б остаться. Здесь видишь, и храма нет повенчаться. Но знаешь, спасает не храм, а Бог. И он же послал мне тебя на счастье Изведать, какая она любовь В любовь не верил я, В любовь не верил я, Пока не знал тебя. И в этом мне легко признаться. Так как еще реши Со мной в такой глуши Ты без любви смогла б остаться. Субтитры сделал DimaTorzok В любовь не верил я, В любовь не верил я, Пока не знал тебя. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здесь кедры не прячутся от мороза Вот он запах тайги. Сразу пихтой кедрами запахло, Орешками кедровыми. Любим мы сведить тайгу, Дело в том, что... Лишь бы не как у медяньки, Тут запахло кедровой делянкой. Ну да, нет, у нас другая мотивация. Ну, начнем с того, что мы все-таки с Урала, А потом мы 25 лет сплавляемся уже. Ну, представляете, что такое сплав По Таёжной речке, Это как художественный фильм, Каждый день новый смотришь. Красота. Эти же кедры там, Листряночка стоит, Таймени по 25 кг, А то и больше по 38 кг. С нами все время жены просятся, Ну, мы пока их отпугиваем комарами. Ну, сейчас уже комары не пугают особо. Можно же много всяких разных средств Придумано от них. Ну... Не от всех комаров. Ты знаешь, Катя, Орендотик такой, Таёжный, когда Говорит, Чтобы избавиться от комаров, Ребята, сделать это легко. Просто нужно раздеться до гола И встать на муравейник. Да, прекрасно. И все, и тебе комары не страшны. А еще про комаров Такого анекдота есть, Когда прилетели комары, Говорят, ну что, этих туристов здесь сажируем, Или на болото потащим? А там говорят, Не, на болоте большие отберут. Да. Находите время В своем плотном графике, Чтобы восстанавливать силы. Да нет, Ну, это у нас просто уже Ну, такое хобби многолетнее. Без этого невозможно. Ну, давайте об этом еще позже поговорим. Сейчас давайте новую песню про охотников. У нас есть общеизвестная песня про рыбалку. И даже не одна. Ее уже все знают. И сегодня мы ее на концерте для рыбаков, конечно же, споем. А вот эту песню еще никто не слышал. Премьера песни. Песня про охотников. Вот так. Рождаемость, смотри-ка, скакнула резко вниз. Неужто на руси-то бойцы перевелись? Да нет, Да нет, сказал мне Федя, Внушая оптимизм. Охота для мужчины – здоровый эгоизм. Охота для мужчины – здоровый эгоизм. Как хвостик распустила тетерка на таку. У ей хвосте вся сила, увидел и ку-ку. Сразу стрельнуть охота по ней из шалаша. Гуляет без заботы, не слышит ни шиша. Охотники повсюду, суют их там и тут. Заряжено у каждого ружье-то. Проверенные патроны осечки не дадут. Вот это настоящая охота! Проверенные патроны осечки не дадут. Вот это настоящая охота! Красотка антилопа в прицел попала тут. Какие бедра, опа, глаза, как изумруд. Такие в красной книге, как глянешь, сразу штраф. Здесь нужен вам бумажник величиной со шкаф. Здесь нужен вам бумажник величиной со шкаф. Недотрога, осанистая рысь. В тайге таких немного, увидел, где девись. Растянется на ветке, с ухмылкой зевнет. Даже охотник метки тайком слюну сглотнет. Даже охотник метки тайком слюну сглотнет. А охотники повсюду, суют их там и тут. Заряжено у каждого ружье-то. Проверены патроны, осечки не дадут. Вот это настоящая охота! Проверены патроны, осечки не дадут. Вот это настоящая охота! Хитрюга, расцомаха, расчетливо умна. Твои запасы махом прихлопнула она. Попался делать нечего, остался налегке. Держи ружье покрепче в мозолистой руке. Охотник без трофея горюет сам не свой. Не хочет, что имеет, подай ему другой. Здоровья не жалея, в засаде ждет не спит. Во все глаза бедняга по сторонам глядит. Во все глаза бедняга по сторонам глядит. А охотники повсюду, суют их там и тут. Заряжено у каждого ружьёта. Проверены патроны, осечки не дадут. Вот это настоящая охота! Проверены патроны, осечки не дадут. Вот это настоящая охота! Проверены патроны, осечки не дадут. Рожда смотри-ка, скакнула резко вниз. Неужто на руси-то бойцы перевелись? Да нет, сказал мне Федя, внушая оптимизм. Охота для мужчины, здоровый эгоизм. итак друзья мои анатолий полотно и федя карманов студии радио шансов все все мужчины прослезились да но только только я не плакала не очень близко к этому какая росомаха ребят расскажите пожалуйста с кем дружите из шансона кого уважаете чьи песни любите слушать кого считаете настоящим таким шансонье интересным для прослушивания текстами музыкой вы работой своей вопрос то такое я бы сказал кому похвалять обидится кого не вспомнишь еще сильнее обидится мы с годами стали мудрее что ли и как-то про коллег не хочется там плохое совсем говорить а хорошая как бы тоже так порционно вот лично у меня вообще подход к нашему жанру и к оценке жанра все-таки самобытность песни и скорее всего наверное авторское начало скажем если у человека вот есть нутро какое-то если есть личность на сцене если он сам это выражает через песни это для меня очень интересно но бывает иногда исполнители вот рядом сидит федя он иногда каким-то образом доносит песню значительно более точно чем даже я ее замышлял эту песню вот поэтому это другой дар причем у него же совершенно уникальный голос видите я все время хвалю а вы говорите кого вот федю значит я и хвалю и дружу с ним он так ответил что никого не называл практически кроме феди традиционно то есть есть люди которые заслуживают уважения и особенно когда из их уст звучит какая-то похвала это дорогого стоит скажем ну конечно александр яковлевич разумал безусловно если брать вилле токарев но потрясающе совершенно уникально кстати пользуясь случаем я хочу поздравить его с юбилеем у него в этом году юбилей уникальнейший голос уникальнейшая музыкальная фактура и все в нем уникально он нам америка открыл советском союзе свое время из молодых вот царство небесное сережа многовицы наш земляк из перми настолько также уникален был настолько точно вот в образах и в мелодике и во всем очень рано ушел парень конечно ну вообще все кто ушел вот в чем-то для меня с каждым годом дороже дороже и дороже скажем катка огонек такая сбалмошная была девчонка ну хохотались болтали выпивали вот и сейчас реально не хватает то есть какой-то напускной пафос там и так далее это наверное в нашем жанре совсем не приветствуется а вот катя была настоящей безусловно миша круги ну всем царство небесное тех кто кого с нами нет но песни остались и очень хорошо вот кстати мы подошли к той теме которую хотела бы тоже у нас в этом году вот как раз буквально на днях была годовщина нашего друга из команды наших сплавщиков жени бледных очень рано молодым и я написал вот песню посвященную ему если она прозвучит то это будет наверное памяти и нашим коллегам замечательным которые ушли и жизни сухие губы стеснуты зубы помянем друга сейчас ушел навечно дорогой млечной ноженька лучший из нас ангел хранитель твой оградитель всегда с тобой рядом летал везде где бы ты не бывал да вот видно отстал и тебя потерял за жизнь свою мы не бывали лишь на ней в небесах красивую ты смотри куда забрались с улыбкою и с мечтою в голубых глазах шутил наш друг как никто а мы смеялись одной дорогой прошли мы много по жизни на всех порах под рюкзаками под рюкзаками брели тропами мы вместе на северах певек чукотка где кат где лодка таймыр и полярный урал на рюкзак на рюкзак воркута на ренмар верхая не ямал он дитиман за жизнь свою мы не бывали лишь на небесах красивую ты смотри куда забрались с улыбкою и с мечтою в голубых глазах шутил наш друг как никто а мы смеялись в горах блуднули во льдах тонули в печоре в двухтысячном на ан-12 мы стикси братцы шли на моторе одном сквозь погоду на сне коходах рвались напрямки по тайге в пурге пробиваясь к реке мерзли на оленьке и горели в балке за жизнь свою мы не бывали лишь на небесах красивую ты смотри куда забрались с улыбкою и с мечтою в голубых глазах шутил наш друг как никто а мы смеялись сухие губы стеснуты зубы помянем друга сейчас дорогой млечной сухие губы стеснуты зубы помянем друга сейчас пушок навечно наш женька лучший из нас итак друзья мои стосун 24 анатолий полотно и федя карманов к сожалению заканчивается уже наша беседа но заканчивается она конечно на мажорной ноте потому что это я сейчас расстанусь анатолий полотно и федя кармановым а вы друзья мои можете с ними встретиться сегодня же вечером ребят продолжайте про ваш концерт еще сегодня будет грандиозный концерт все рыбаки к нам все девушки старше семнадцати лет тоже к нам все футболисты забудьте про зенит на сегодня все к нам ребята сегодня вот веселая программа еще хочется прогнуться перед болельщиками зенита пожелать им все-таки выиграть этот матч и к нам болеете на здоровье только не на больничной койке а просто болейте душой радуйтесь жизни веселитесь и следующая песня вам посвящается все наши дорогие петербуржцы ну а мы с вами с вами прощаемся друзья мои удачного вам позитивного прекрасного дня замечательного вам вечера в компании анатолий полотно и федя карманова конечно же в дк линсовета я вас катерина любим люблю целую обнимаю пока пока живите и здравствуйте то что было вчера все память забрала а завтра что нам ждать не не стоит и гадать сегодня не мечте живите здравствуйте да живите здравствуйте вот и все дела веселитесь празднуйте было не было удивляйтесь красоте жизнь все дала нам давно да живите здравствуйте дверь откройте в дом пусть и радость посидит с вами за столом счастье множится трудом делайте добро заодно и смейтесь от души и плачьте от души все это наша жизнь все это наша жизнь кто счастье обретет кого любовь ведет да живите здравствуйте вот и все дела веселитесь празднуйте было не было удивляйтесь красоте жизнь все дала нам давно да живите здравствуйте дверь откройте в дом пусть и радость посидит с вами за столом счастье множу дом делайте добро заодно и Субтитры сделал DimaTorzok Доживите, здравствуйте, вот и все дела Веселитесь, празднуйте, было не было Удивляйтесь красоте, жизнь все дала нам давно Доживите, здравствуйте, дверь откройте в дом Пусть и радость посидит с вами за столом Счастье множится трудом, делайте добро заодно Делайте добро заодно